Локальное время 3 минуты 30 секунд, и лучшие представители горелок уже успевали заварить воду к этому моменту, но пока нет, но она приближается. Я ставлю на 4,40, то есть подождем, надо сказать, что жарит она действительно не плохо, жарит вообще в сторону идет, ей удобно закрывать ветрозащиты, то есть для тех горелок, которые стоят на баллоне, ветрозащита действительно благо. Действительно ветрозащита нагревается и как бы оставляет какое-то количество тепла внутри, вопрос как мы будем выключать, если нагреется регулятор подачи газа, не знаю, будем, видимо, быстро выключать. По крайней мере, это удобнее, чем горелка на сухом топливе, которую не выключишь никак. Да, да, и вот я все вспоминаю, как вот на эту горелочку на коле реагировали люди, девушки, типа, ууу, какая она маленькая, пойду, пойдем покажу, папа, папа, смотри, какая горелка. Эти девушки нас даже смотрят, привет. Вот, в данном случае у нас, походу, начал кончаться баллон с газом, но и вода с другой стороны уже практически закипела, поэтому я не знаю, что мы... Можно условно зачистить, я считаю. Ну, давай условно зачтем. Ай, все очень горячее. Условный зачет. Ну, хорошо, я думаю, что сколько там, 4,55, я думаю, что 5, наверное, бы она все-таки закипела, если бы газ не кончился. Что можно отметить? Ну, она разогревается, это красная, понятно, это нормально. Из-за того, что мы поставили ветрозащиту, баллон с газом горячий весь, он холодный только снизу, это большой баллон. Может быть, и воздуху перестал хватать, потому что, черт, я не знаю. Смотрите, он сгоняется. Может быть, баллон с газом нагрелся настолько, что начал помогать выходить, я не знаю, как это объяснить, а потому что странно это. Вот, представились, как баллон с газом так сильно не нагревается, все-таки здесь. Собко немножко другое, или это короче, такая небольшая, например, где больше вверху будет. Здесь, например, целиком вверх, или за отсутствие, хотя не меньше вверху. Не знаю. Может быть, там просто все иначе, что-то вроде бы. А как-то это тоже вариант. И давай покажем. Пускай у нас начнет начать кончаться баллон с газом, а вода все-таки смотрит сейчас и не дыхает. А по-моему, он действительно не кончался, а так испугался проектом. Если он испугался, то просто рассмотрим, не только угрыбление закупания, потому что он явно стал жарить слабее. После того, что как сильно она разогревает баллон, она относительно пригодна для использования даже зимой, особенно с небольшим баллонами, если мне нас не было поставить. Для синих и синих пирога пригодна для использования даже с большим баллоном, потому что он практически весь разогревается. Напомню, что бензиновая горелка у нас запретила нашу пострунку через 8 минут. С чем? 8% закалок. Ну, все, можно отличать. Получается вот так. 6,43. Вот, вырубились. Надо сказать, что Ковия закипятила, по-моему, за 5,40, если я правильно помню, когда мы тестировали. В интернете есть большое количество тестов именно на время, очень точных. Можно их посмотреть. Производителю, Файдмэпл, мы не совсем доверяем, потому что у нас был прикол-слепный модель комбинированной системе FMSX1, который закипел не за 3 минуты, как мы обещали, а за 4 с чем-то. Но нам система все равно очень понравилась. В сухом остатке маленькая, очень маленькая горелка, очень легкая, действительно, с хорошей конструкцией. В принципе, нормально стоит на баллоне, жарит очень даже неплохо и целенаправленно. Если будете жарить на ней кружку, у вас не будет пламя во все стороны. У вас оно будет идти непосредственно в дно кружки. Кружка сюда лазит. Вот у нас вообще как бы немножко не та кружка. Даже кружка стоит. Кстати, Shanti RF, одна из тех вещей, которые хочется купить, несмотря на то, что я хотел взять себе комбинированную систему, я, наверное, все-таки ее возьму как вещь, более практичную, совмещающую все в одном. Есть люди, которые предпочитают маленькие легкие горелки и кастрюли с радиатором, которые у нас тоже есть, но которые мы пока еще не все обозревали, поэтому можете налететь на скидку. Поэтому, в принципе, тоже вариант, с учетом того, что для весны, даже, наверное, отчасти зимы это подходит, покупки рекомендуется. Шанти-шанти RF, пишите комментарии, ставьте лайки, вставляйте свое мнение, в конце концов, чек-вы-дерри. Оставайтесь с нами.